О возможности красухи из ХМИ мимо ослепить израильские РЛС. В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭП. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы красуха. Публикация вышла 21 мая. В материале говорится, участившиеся случаи использования Израилем самолетов радиоэлектронной разведки, а также отправка аэростатов с голландских высот свидетельствует о том, что израильские наземные системы радиоэлектронной разведки больше не функционируют должным образом. Говорится, что израильские радары не могут обнаружить позиции сирийских ПВО, вынуждая сирийские расчеты атаковать аэростаты приманки. Ранее отмечалось, что перед тем, как поднять в воздух самолеты для атаки южной части Сирии, командование отдало приказ на запуск тех самых обманок, чтобы дезориентировать сирийские расчеты ПВО. При этом самолеты не входили в сирийское воздушное пространство. Напомним, что командование ВВС ЦАХАЛ не комментирует заявление о том, то удар наносили именно израильские самолеты. Портал НДЖЕФ перепечатывает материал упомянутого портала, где отмечается, что красуха может быть использована из-за участившихся атак на российскую авиабазу ХМЕМИМ в Сирии со стороны джихадистов, а также из-за возросшей активности американской авиации над Восточным Средиземноморьем. Заявлено, что в результате применения российских систем РЭП Израиль не может получить объективную информацию о расположении комплексов ПВО на сирийской территории. Также израильские самолеты избегают вхождения в воздушное пространство Сирии из-за опасений возможной атаке с использованием ЗРК С-300. Может ли красуха, о которой говорят, что она развернута на ХМЕМИМИ, ослепить наземные израильские ИРЛС? Теоретически это возможно. Максимальная дальность действия этого комплекса, как заявляют официальные источники, составляет 300 километров. Расстояние от ХМЕМИМИМа до северных территорий Израиля менее 300 километров. Но если предположить, что ВСРФ решили задействовать красуху на всю катушку так, чтобы она подавляла РЛС на территории Израиля, то в этом случае система РЭП автоматически накрывает всю территорию Ливана вместе с аэропортами и другими объектами инфраструктуры. Вряд ли на это можно пойти без согласования с Ливаном при учете того, что система РЭП может вызвать частотные помехи. Мало того, чтобы израильские наземные РЛС ослеплять долгое время, долгое время пришлось бы использовать и красуху. Вместе с тем, о какой-либо переброске этих комплексов ближе к голландским высотам ничего не сообщалось. Исходя из этого, можно предположить, что заявления о применении красухи с территорией Хмеймема против израильских наземных радаров не более чем неподтвержденные слухи.